О необходимости реконструкции детского сада номер 11 в Спаске заговорили еще в 2014 году. Шесть лет продолжались работы и с каждым годом выяснялось, что проект нуждается в дополнительном финансировании. Приехав в Спаск в ходе избирательной кампании, Олег Кожемяка пообещал сад достроить и слово свое сдержал. Первые воспитанники перешагнули порог учреждения еще 12 октября, затем проходило постепенное увеличение численности детей. Мы поэтапно заводили детей, чтобы выдержать дистанцию, потому что у нас сложная обстановка не только в крае, но и в Российской Федерации по коронавирусу. Торжественное открытие состоялось 19 октября. Олег Кожемяка подчеркнул, что ввод в эксплуатацию здания требовал серьезных финансовых вливаний и усилий со стороны местной власти. Но при этом даже и речи не шло, чтобы отказаться от реализации проекта. К нам неоднократно обращались жители города Спаска о необходимости именно открытия этого садика, продолжения работ по его реконструкции. Поэтому я от души поздравляю вас с этим значимым событием. Перерезав вместе с маленькими воспитанниками красную ленточку, губернатор осмотрел помещение. Он уделил повышенное внимание питанию детей, а также их безопасности во время занятий физической культурой. Увидев в коридоре родителей и воспитанников, Олег Кожемяка решил задать им несколько вопросов. Вместе с губернатором на церемонии открытия присутствовали исполняющие обязанности главы города Андрей Бессонов и председатель Думы Константин Марков. Представители городской власти не понаслышке знают, каких трудов стоило довести реконструкцию детского сада до конца. Состояние и ремонта, и то, что получилось в конце ремонта, мы контролировали. Приезжали сюда наши комиссии постоянные по ЖКХ, совет, думаю, приезжал. В общем, мы довольны, что получилось. Сейчас детский сад посещает 145 мальчишек и девчонок, но он рассчитан на 190 человек. Мы ждем остальных детей, приглашаем всех в наше учреждение, приходите, места есть, мы обеспечим. Олег Завьялов, Евгений Якимов, Стас Лазебный, Новости на Восьмом.